Кыргызстан Народ знает, что он не виновен. Это чисто политическое преследование. Ахмадбека Кельдебекова до такого состояния довели Атамбаев, Солянова и Тикибаев. Для перекрытия дороги организаторы выбрали выгодный участок. Рельеф местности не позволяет объехать заблокированный отрезок, поскольку вдоль магистрали расположены горы, с другой стороны бурная река. Поэтому на данный момент возле лагеря оппозиционеров скопилось примерно 60 фур. Накануне один из водителей попытался объехать мятежников через реку, но большегрузная машина застряла посередине потока. К сторонникам бывшего спикера из Бишкека подтягиваются известные оппозиционеры. Одним из первых к митингующим приехал Азимбек Бекназаров, прежний генпрокурор Кыргызстана, а ныне адвокат Ахмадбека Кельдебекова. Оппозиционер поддержал требования митингующих и призвал не поддаваться провокациям. Говоря о коррупционном деле своего подзащитного, Бекназаров заявил, что обвинение в его адрес безосновательное, а арест депутата и вовсе противозаконен. Обвинение против Кельдебекова изучила парламентская комиссия и пришла к выводу, что он невиновен. Дело было рассмотрено также счетной палатой. Они тоже не выявили нарушения или растрату государственных денег. В 2010 году Ахмадбека проверял даже Дюшимбаев, начальник ГКНБ. Он ведь тоже ничего не нашел. Тогда почему его арестовали и держат уже полгода в тюрьме? По факту избиения митингующими двух милиционеров, Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело. МВД, в свою очередь, призывает сторонников оппозиционера открыть международную автотрассу. В правоохранительных органах пока исключают возможность применения силового разгона митинга. Но несмотря на это, митингующие усиливают свои баррикады. Каждую ночь они засыпают дорогу песком и камнями с помощью бульдозера. Заграждение также укрепляют автомобильными покрышками, готовясь к возможному штурму. Люди вооружены палками и булыжниками. В случае атаки они обещают защищаться.